Всем привет! С вами Александр и вы на канале Один на Один. Ни для кого не секрет, что в каждом городе есть множество достопримечательностей. И, конечно же, Новосибирск не исключение. Давайте мы с вами сегодня отправимся в одно из таких мест. Называется оно Место Славы. И посмотрим, как же там все выглядит и что вообще оно из себя представляет. Монумент Славы расположен по улице Станиславского. Это вот целая аллея. Вот ее начальный вход только. Приехал я сюда, дошел на метро до станции Площадь Маркса. И потом прогулялся минут 10 буквально. И вот я здесь. Так, ну под каждой елкой у нас тут что? Первый раз я, кстати, здесь, поэтому давайте будем смотреть вместе с вами. Мне тоже очень интересно. Под каждой елкой, тут вот еле-еле-еле, с одной, со второй стороны, площадь, в принципе, такая расчищена. Так, и под каждой елью у нас есть, помимо лавок, еще что-то. Что это такое? Это столик или что это такое? Так. Это просто столик. Или просто, что это такое просто? Это просто, это просто, это не просто. Не знаю, тут стекло какое-то. В общем, я убрал снег. Там, возможно, что-то... А, скорее всего, это освещение. Скорее всего, это освещение. И вот эти вот очень большие монументы из камня. Огромные. Вот воин защищающий. Вот еще, еще, еще. Вечный огонь горит зажжен. Табличка того, кто это сделал. Скульптор, художник. В 67-м году построено. Так. Здесь хранится обагрянная солдатской кровью земля из-под города Ельни. Те в августе-сентябре. Первое серьезное поражение фашистским захватчикам. Так. Вот здесь небольшие такие. Так. Здесь земля. Здесь хранится священная земля. Вот еще. На Бородинском поле и Волоколамском шоссе под истории. Так. Получается, четыре таких монумента. Я даже не знаю, как назвать. Захоронение земли. Потом вечный огонь. Где можно руки погреть. Так. И вот тут у нас небольшая, это получается, каска военная. И тоже небольшая такая стелла. Сибирь и сын родины неизвестный солдат. Могила неизвестного солдата. Также перед нами вот здесь такая скульптура полной печали и скорби женщины, которая ждет своего сына. Ну, почему-то мне так кажется, что ждет сына, который ушел защищать родину. И она в неведении. Она все надеется. Кажется каждый день, что он жив, но все-таки не знает, но все же надеется. И печаль в ее глазах читается. Довольно-таки мощное место, но в то же время вызывающее печальную ассоциацию. Ладно, давайте пройдемся дальше. Здесь все расчищают, люди гуляют. Сегодня, кстати, у нас тепло, градусов 6. Потом, что у нас здесь еще есть? Еще какие-то, я не знаю, как их правильнее назвать, мемориалы почета, наверное, их назовем так. Граждане города, павшие в боях за свободу и независимость родины. Так, 41-45 года, там, судя по всему, установлены, не установлены, а прописаны имена и фамилии. Должны быть, но я этого не вижу. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, по идее, должны быть. Но как будет на самом деле, неизвестно. А нет, написаны. Просто написаны их действительно столько много. Что вот каким мелким-мелким-мелким-мелким почерком можно разобрать, разбирается легко и четко. И действительно, очень-очень-очень великое множество, которые здесь запечатлены. Так, кругом здесь еле высажен, но, насколько я сейчас вижу, дальше будем проходить, посмотрим. Мне кажется, должно быть круто. Кстати, это место, оно относится к одному из достопримечательностей Новосибирска. И я еще пока здесь ни разу не был. Ну, от меня оно просто не рядом с домом. Но хотя, почему бы нет. Так, военные конфликты. Чечня, боль, слезы матерей. Так, ну это у нас, получается, чеченский военный конфликт. Вот, тут тоже имена, фамилии погибших, погибших героев увековечены. Вот так вот иногда смотришь, просматриваешь, читаешь, какие подвиги люди совершали. Ведь они, ну вот, которые увековечены, многие из них вообще не думали о том, что выживет он, не выживет. Об этом даже речи не было и мысли не было. Просто шли и делали. Делали свое дело. Родину защищали. И очень часто, ну такое, понимаешь, что как много сейчас в людях изменилось вот этого внутреннего характера, этого стержня, как не хватает. Да, это, конечно, не пожелать никому, вот Афганистан, чтобы снова это была такая ситуация. Но многим людям, современным, не хватает даже частички той духа, которая была у того народа, у того поколения, который единым, единой грудью встал на защиту. Каких подвигов можно говорить, когда у многих не хватает духа даже на то, чтобы не бросать своих жен, не бросать своих детей, воспитывать их, как бы там трудно не было. О чем можно говорить? Ну и по-прежнему хватает людей, которые помнят обо всем, ну и которых просто, они сами такие. Внутри стержень есть и все, больше мужчина должен быть внутри стержень и железные яйца, все. Об остальном можно и не говорить. Так, ну получается, аллея в ширину она сколько у нас? Ну, метров 150, наверное. А в длину, ну, с километр приблизительно. Так, ой, исполинские сосны пошли. Ну, в принципе, да. Что в Сибири еще высаживать, как не сосна, потому что здесь дубарь, а так зимой-то, о, о, а так зимой хоть зелень, хоть порадовать взгляд. Люди гуляют. Очередная, как не знаю назвать это, стела, не стела, архитектурное сооружение памяти. Получается, сибирские дивизии здесь указаны, которые воевали. А здесь у нас, здесь у нас тоже какая-то стела. Так, метров, метров 20, наверное. Ну, может, чуть побольше. Заводы Новосибирска написаны. С той стороны тоже что-то прописано. Это, наверное, ордена. Ну, точно сказать не могу, но похоже на ордена. Так, с этой стороны тоже прописано. Новосибирцы фронту. В годы войны Новосибирская область приняли 39 эвакуированных предприятий, 10 детдомов, 55 госпиталей, ну и прочее, прочее, прочее. Что тут прописано, частичка истории получается. Снег чистят. И мы идем дальше. Так, я видел по фотографиям, здесь должна быть какая-то техника. Должны быть танки, самолеты. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Мне кажется, должно все-таки быть. Да, действительно, атмосфера здесь особая. Она такая, она такая непередаваемая. Ну, в общем, мое личное мнение, сюда стоит прийти, стоит посетить это место. Если кто в Новосибирск приезжает, проездом, гости города, обязательно посетите это место. Почувствуйте эту атмосферу. Начинайте именно с главного входа, оттуда свой путь. Так, вон там у нас детская площадка вдалеке, получается. Так, все через ели, через... Вот, я уже какие-то вижу мемориалы. Что это у нас? Так, а где техника? Или это старые фотографии были с техникой? Ну-ка, сейчас посмотрим. И вот по такой аллее прогуливаться, в принципе, неплохо. Вот, еще какая-то стела. Еще какая-то с именами, наверное. Так, новосибирцы герои. Вот здесь такая. Как правильнее назвать-то? Я не знаю, если честно, монумент славы. Монумент, да, вернее, будет называть монумент. Вот с одной стороны. И стоит нам повернуться. С другой стороны точно такой же у нас напротив стоит новосибирцы герои. Тоже такой же монумент. Во, я вижу технику. Все-таки техника есть. Я вижу, я вижу танк. Нет, не вон тот, конечно. Спереди трактор желтого цвета. Справа, вернее, слева. Вот она техника военных времен. Знаменитый Т-34. Тут немного описания про него идет. Судя по всему, его скорость. Да, его технические характеристики указаны и прочее. Так, ну давайте ближе подойдем. Так, в принципе, все расчищено. Ну, и вот он. Красавец. Да, махина еще та. Так. И тут у нас его технические характеристики. Что у нас тут? Боевая масса. 32 тонны. Вооружение. 85-миллиметровая пушка. Два пулемета. Ну, тут, то есть, описание. Идем дальше. Так, тут у нас что? БМ-13. То есть, вот такая вот ракетная установка. Да. Люди воевали. У нас тут ее тоже описание идет. Снарядов 16. 16 снарядов она с собой несла. Везла. Так. Что дальше? И вот еще. Вот это, да. ИСУ-152. Вот это. Вот это зверюга. Вот это зверюга, так зверюга. По сравнению с Т-34, это просто офигеть. И вот тут такие, типа, запаска. Тоже немного описания. И с той стороны у нас. Вон я вижу самолет. Сейчас придем, посмотрим. Орудийная установка ЗИС-2. Ну-ка, что это такое? Это что оно? Противовоздушное или противотанковое? Что это такое? Ну, ничего себе, потрошки. Это вот такими снарядами она долбила. Ну, это, конечно, жесткая штука. А что оно делало-то? Что оно долбило? Так. Боевая масса. 1200 дальности стрельбы. Скорострельность. Дальность прямого выстрела. Толщина пробиваемой брони. С расстояния. Так, ну, это, судя по всему, противотанковая какая-то. И, возможно, против, ну, не знаю, против самолетов. Ну, против техники явно, против какой-то орудия. Точнее, я не знаю, потому что... Сказать не могу, потому что я не знаю, вернее так. Яг-9. Так. Вот, Яг-9. Такой вот. Крылатый. Друг. Скорость на высоте. 605 км в час. Ух ты, это боевая машина. А вот еще М30. О, вот у нее снаряды так снаряды. Вот это просто жесть. Это просто лютая жесть. Вот тут снаряды стоят. Так снаряды. Вот какие. Ну, тут даже сказать нечего. Так, что про нее написано? Офигеть. Она почти на 12 километров долбила. Дальность стрельба наибольшая, наибольшая. Скорострельность практически. 5-6 выстрелов в минуту. Тиф снаряды осколочно-фугасный. О, вот это да. Но в самом конце аллеи у нас, получается, стоит вот такая небольшая часовня. Ну, она закрытая. Да, она закрыта. Но она есть. Вот такая вот часовня. Святому Георгию. Ну-ка, если ее обойти, что она вообще из себя представляет? Вот часовня Георгия Победоносца. Ну вот и подошла моя прогулка к концу. А значит, и нам с вами тоже пора прощаться. Благодарю всех за внимание, за ваши лайки, подписки. С вами, как обычно, был Александр. До скорых встреч. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...